И всем привет, ребят, с Вестер Вайк, я сейчас записываю новый ролик, это второй видеоролик, посвященный анонсам, если вы не видели первый видос, то сначала перейдите, посмотрите первый видеоролик по гранаточкам и по дню танкиста, но я думаю, что в этом видосе мы немножечко больше тоже поговорим по гранатам, потому что я уже, если честно, немножечко в шоке и под впечатлением, увидев целых 7 новых гранаточек, но и также мы в этом видеоролике поговорим по обновлениям. Которые уже завтра появятся в нашей замечательной игре, если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос, лайкать, подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллионов кристаллов на 20 тысяч, так вот, для этого он стройка игры в аккаунте, кстати, мой личный, так, так темпая, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Дальше, что же нас ждет по списку обновлений? У нас очень масштабный список обновлений, который 100% поменяет баланс в нашей игре уже с завтрашнего дня и давайте обо всем по порядку пройдемся. В эпические контейнеры добавлено новое устройство для магнума Бомбарда. Очень интересное название, это устройство повышает скорострельность вдвое, но стрелять прямой наводкой невозможно. Ствол пушки управляется по вертикали. Посмотрим, что это будет за устройство, если вам интересен обзор на это новое устройство уже завтра для контентика, для контактика, то проявляйте максимальную активность на данный видос и завтра мы это устройство вместе с вами протестируем. В игру с первого звания добавлен первый тип гранат Бомба! Пока доступна возможность только прокачивать гранаты, возможность покупать дополнительные гранаты станет доступна позднее, то есть пока что можно только гранаты прокачать. Приобрести гранаты нельзя, я так понял, да? В гараже виджет краски заменен на виджет гранат. Не понял, что это за прикол, но ладно. В бою добавлена индикация состояния перезарядки гранат. Напоминаем, что бросать гранату, пока танк везет флаг или мяч невозможно. При поднятии флага или мяча индикация в худ меняется соответственно. Скин гранат обновлен и теперь поддерживает краску игрока. Gearscore игроков скорректирован с добавлением гранат. Граната теперь дает до 1000 ГС. Граната может уничтожать мины. В некотором радиусе от точки взрыва эффект срабатывает даже в случае подрыва гранаты комбо-выстрелом с рельсой. Таймер переодевания в бою теперь активируется при смене любой части танка, за исключением красок и скинов. Добавлен просмотр пушек и корпусов при клике на них в гараже, так же как он работал для красок. Добавлена цепочка миссий для обучения применения припасов. Добавлена возможность покупать пакет каждого припаса по 30 единиц. Огнемет стандартный урон уменьшен с 450 до 1200, с 400 по 1200, но максимальная прокачка, я так понимаю, не влияет никак. Пушка фриз. Феникс конус атаки минус 75 стал минус 60, скорость расхода энергии минус 20%. Я не понимаю, это ап? Походу ап. Максу надо проверить, потом может быть записать обзорчик. Устройство турбоускорителя плазмы на твинца. Стандартный урон минус 50 стал минус 60, скорость снарядов плюс 100 стала плюс 200. То есть скорость снарядов увеличили, урон уменьшили. Пушка магнум, устройство гарпун, скорость набора заряда. Минус 50 было, стало минус 75 и сила удара плюс 50%. Это ап, устройство на магнума. Корпус васп, скорость поворота увеличена в максимальной прокачке. Скорость ускорения поворота тоже увеличена в максимальной прокачке. Это получается у нас двойной ап легких корпусов, что харька, что мамонта. И противоинерционное ускорение поворота тоже увеличено. То есть скорость васпа и харька увеличили. И теперь в них возможно будет больше актуальности в матчмейкинге. Устройство спасатель, восстанавливание здоровья было плюс 1000, стало плюс 500. Занерфили все устройства спасатели. Устройство подрывник, урон от самочтожения для легких танков 1500-3000, стал 1000-2000. Для тяжелых был 1500-3000, стал 2000-4000. То есть подрывник больше эффективен, стал на тяжелых танках. На легких стал менее эффективен. Ремонт джиггернаута при поднятии коробок с припасами в бою был 1000, а стал 4000. Это ап для джиггернаута. Минимальный радиус минирования вокруг баз, флагов и мечей был 10, стал 5. Кристальные ящики заменяются на расходники на званиях. Золотые ящики могут падать в боях только со званием мастер-сержант и выше. От ограничений не касается пользовательских золотых ящиков. Добавлена экспериментальная поддержка Steam Deck. Для игры необходимо принудительно включить режим совместимости в настройках проектов Stream. SteamOS официальная раскладка имитирует управление клавиатурой с мышкой. Поддержка аналогового управления для геймпадов появится позже. Когда повторная сертификация... А, это короче для этих, да, каких-то этих специальных падов, да, я так понял. А там добавлена возможность использовать резисты вместо повышенного здоровья. И список исправлений. Исправленная ошибка, из-за которой группы попадали в долгий поиск в матчмейкинге. Типа, теперь будет быстро. Исправлена индикация кнопок применения припасов с худом. Исправлена ошибка, из-за которой отсутствовала визуально-физическая синхронизация положения сферы Ариеса. О, Ариес пофиксили. Спустя 40 тысяч лет серьезно пофиксили Ариес. Надо будет посмотреть, как его пофиксили. Это очень важно, если честно, обновление для Ариеса. Исправлено завышение звания ботов матчмейкинга. Исправлена стрельба ботов. Исправлены работы нотификаторов в лобби. Исправлено поведение камеры. Исправлен неверный приоритет звуков стрельбы у вулкана. Исправлено поведение кнопки броска гранаты для мобильного управления. Исправлен бак, из-за которой при переодевании в бою новое вооружение могло не экипироваться на танк. О, теперь тоже работает. В принципе, очень много всяких интересных изменений. И даже в списке обновлений есть интересные вещи по типу Ариеса, по типу переодевалки сразу. Если все это дело будет работать круто, то это будет очень хорошо. Ну и, наконец-таки, есть изменения в балансе корпусов, пушек, которые можно будет тоже потестировать. Пишите, что вы бы хотели увидеть в первую очередь. Ну и по поводу гранаты, я так понимаю, что у нас появляется только пока что одна граната. Да, и возможность покупать дополнительные гранаты станет доступна позднее. То есть, пока что у нас только одна граната. А вот эти вот все интересные гранаты появятся со временем. В целом, неплохо, интересно. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Пишите, что вы бы хотели увидеть уже завтра на обзорчик, на контентик, на баблицо. Поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.